МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Севастополь это город, который сейчас имеет в себе 1264 памятника истории и архитектуры. Понимаете, сколько нужно времени для того, чтобы посетить все? Даже вот эти легендарные горы, гора Гасфорта, она и сейчас находится и вся в окопах. Здесь погибали сотни тысяч людей. Севастополь А честно говоря, очень приятно, что Севастополь нас встретил именно так. Город боевой воинской славы. Севастопольские волки сопровождали нас всю дорогу через весь город. И поэтому наше пришествие сюда было поистине феерично. Севастополь это город русской воинской славы. За всю историю Севастополя здесь было столько войн. Столько раз его пытались захватить и захватывали, но мы все равно его отвоевывали. В конечном итоге в прошлом году Севастополь опять стал российским. То есть он вернулся домой, на родину. Ну и Севастополь это гордость всего русского, советского, российского народа. Благодарим вас за такой теплый прием. Спасибо. Мы ждали, но не знали, что будет так здорово. Спасибо. Это мы вас ждали и знали, что вы доберетесь до нас, потому что поддержка вашего губернатора для нас очень мощно, хорошо. Передайте ему огромный привет. Мы ждем его нам. Сделаем. Заключить договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи между вашим замечательным краем и нашим городом-героем. Как и положено любому проекту, в нашем проекте тоже есть кульминационный момент. И вот он наступил. Мы в Севастополе. На подъезде города нас встречали севастопольские ночные волки. Вместе с ними мы проехали по улицам города, подъехали к мемориалу Победы, где вице-губернатор Евгений Дубовик, вице-губернатор Севастополя вместе с нами возложил цветы к вечному огню. По-моему, у нас все получилось. Именно сегодня, в день 70-летия окончания Второй мировой войны, вы завершили свой, скажем так, официальный приезд сюда в Севастополь, автопробег. Это показательно. Это показательно для всей страны, это показательно для всех. Потому что Севастополь защищали и освобождали ваши земляки. Кто-то погиб, кто-то еще жив. И мы храним эту память и говорим ветеранам нашим долгих лет жизни. Наш флаг потрепанный, но от этого не менее, может быть, даже более цельный. Боевой зато. Боевой зато. Прошу, прошу, проси, проси, проси. Здесь, в медсанчасти 35-й батареи, было придумано такое военное ноу-хау, лечение конвейерного типа. Раненых подвозили, и хирург начинал операцию, а заканчивали ее уже следующие врачи и санитары. Представляете себе такой конвейер операционного типа. Обратите внимание на это орудие. Орудие под названием «Дора». У немецкой армии было всего два таких орудия. Вес системы 1350 тонн, вес снаряда 7 тонн. Снаряд оставлял в земле воронки диаметром 30 метров. Стоя на этой земле, чувствуешь весь масштаб трагедии, произошедшей в те годы, с 1941 по 1944 год, когда Севастополь был освобожден. В 1943-м наш земляк, 18-летний Юрий Копытов, попал в пехотное училище, после которого сразу на Курскую дугу. Затем Керча в составе 32-й Таманской гвардейской дивизии прошел весь Крым. За оборону Севастополя получил благодарность от Иосифа Сталина. Простой листок с обычным напечатанным текстом. После тех событий Юрий Александрович никогда не был на Сапун-горе, но всегда говорил о том, что самое страшное, что ему довелось увидеть. На этой войне была как раз битва на Сапун-горе. Помним и чтим. Это значимый город всех времен. Здесь шли войны. Это город на крови, на костях. Но он все равно какой-то с расположительной энергетикой. Сейчас я больше прониклась патриотизмом, пониманием войны в этом городе, потому что я была здесь на экскурсиях, видела, но как-то так поверхностно. Сейчас мне это стало ближе, понятней. Я еще с ребенком хочу пройти по этим местам, еще раз рассказать, показать, услышать. Иван Сорочкин прошел всю войну, был дважды ранен. 9 мая 1944 года под огнем вражеских пуль и мин исправил 32 порыва связи. За время войны был награжден медалями за взятие Кенигсберга, Германии, орденом славы третьей степени, медалями за отвагу и боевые заслуги. Иван Герасимович Сорочкин – наш земляк. Помним и чтим. Потрясла энергетика Сапун-горы. И когда находились на Диораме, нам экскурсовод рассказал о событиях, рассказал о том, кто представлен на Диораме, какие герои. Вот настолько проникаешься этой темой патриотизма, понимаешь подвиг народа, хотелось тоже внести свой клад, и вот прямо даже хотелось повоевать. Алексей Сычевский, выраженец Новоселовского района, был призван в ряды Красной Армии в 1938 году. После окончания срочной службы вместо демобилизации был отправлен на фронт. Писем с фронта не писал. В похоронке было написано просто – «Погиб как герой». Его родственник Сергей Сычевский рассказывал, у наших было контрнаступление, танк его был подбит, а он с многочисленными ожогами еще оставался жив. Впоследствии погиб прямо здесь и был похоронен в братской могиле. Помним и чтим вечные славы. У меня есть, скажем так, моя индивидуальная миссия. То есть мой товарищ, Поляков Николай, попросил отдать памяти его деду, который участвовал именно в освобождении Крыма. Он принимал участие именно в боевых действиях на Сапунгаре, то есть в то место, на котором мы находимся в данный момент. То есть и за эти действия он получил ранения, в результате боевых действий, и был контужен. Вообще Севастополь, конечно, это легендарное место, такое же, как Волгоград, и он должен оставаться в памяти каждого из нас, наших детей и всех, кто проживает в России, потому что именно в таких местах именно закалялась воля человеческая, воля русская. То есть и в таких местах дух патриотизма, он просто зашкаливает в разы, в разы. Уважаемые патриоты, у нашего пробега, как вы знаете, есть особая почетная миссия. Мемориал Победы Красноярский просил привезти из Севастополя землю. Мы находимся на Сапунгаре, где каждый метр пропитан кровью наших солдат. Я предлагаю выполнить эту миссию и набрать землю именно здесь. Невозможно было не воевать, потому что на эту землю всегда претендовали. А 200-400 метров максимальная ширина этой бухты, а глубина как раз 17 метров. Это рынок, как рынок, вроде ничего не взяли. Только донести очень тяжело до машины. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей.